Какой красивый панорамный вид! Куда мы пришли? Ну да. Куда мы пришли? В секонд-хенд. Да ты чё? То есть, ноги сами привели. Машина сама приехала. Автопилотом привезла. В то место, которое она уже запомнила. В деревья распустились. Красота. Ну чё, пошли? Всё, и магазин первый, да? Пойдём. Чё нашёл? А вот попробуй угадать. В жизни не угадай что. Давай, Наташа. Десять попыток у тебя. Вода, брызгалка. Брызгалка воды. Фильтр воды. Не-а. Не знаю. Сдаюсь. И это фигня. Сейчас я буду пробивать. Наверное, может, себе возьму на новое. Которая расщепляет соль, превращает её в какой-то чистящий раствор. То есть, тем самым тебе не нужно покупать никаких этих чистящих средств. Ага. Расщепляет соль ещё раз. Может, сейчас добавляется водой. Не знаю, что посмотрю. И получается, чистишь этим раствором потом, безопасным. То есть, это почти как содой. Побрызгал и понеслось. Сейчас посмотрю, сколько стоит. В смысле, сколько 4 доллара. До чего только не дошёл прогресс. До невиданных небес. В небесах летает, сука, прославляет до небес. Мать твою КПСС. Народная частушка. Эх, как тебя понесло. Понесло-то, как тебя. Ну так, до невиданных небес. Сейчас проверю. Ну, наверное, мне надо такую. Фонтанчик. Ты, Наташа, ты можешь из той стороны показать. Там много интересных вещей. Ну, и людей... А, смотрите, какая лампа. С бантиком. Лампа с бантиком. Наташа. Не хочу такой. Что такое? Какая красота. Английская. И к ней оказалось блюдо. Что редкость, кстати, в гудвиле. Как правило, блюдечки теряются. А тут я нашла блюдечко. Даже два решила взять, потому что блюдечки бьются действительно часто. И чашечку. Это какой-то... Англия. Джонстон Брадерс. Англия. Парик. Парик. Прикол. Значит, это будет стоить два доллара. Доллар за это, доллар за это. Ну, может, нам все за доллар дадут. Ну, в общем, копейки. А, ну да, три, да. А, ну да, три, да, да. Я по запасу решила взять. Да, симпатичные. Коллекция пополняется. А чё я вижу бигуди термо. Ух ты. Мне нужны термо бигуди. Вот, пожалуйста. Пять долларов. Изучай. Так, а тут нету, по-моему, этих... Чё нет? Как это? Застёжек. Ну, тогда давай откроем, посмотрим. Для них. Креплений. Я иногда, когда волосы отрастут, пользуюсь. А вон с креплениями... Вот, с креплениями. Ничего себе. Вот. Вот такие тебе надо? С креплениями. Не знаю. Ремингтон. Ну. Да. Но они без зубчиков, если скользить будут с моих волос. У меня жёсткие волосы. Да. Что ты говорила? У меня были бигуди. Я их оставила на прежнем месте жительства. Да. Теперь страдаю. Нет страданием конца. А щипцы меня не вытягивают. Мои волосы. Нет страдания конца. Можно стоять бесконечно около зеркала. Вот они под руки выпускали. Ремингтон. Мне больше нравились. Нет, не нравились. Больше подходили. А это что это? Что это? Тоже свечка. Свечка. У меня те больше подходили под мои волосы. Вадим нашёл несколько рубашечек. Как это самое? О! Всегда мечтал примерить мафиозный пиджак. Ну конечно. А не большой вас тебе он будет, мягко говоря. Ну это не то слово. Ну ладно. Сейчас посмотрю. Может что-то моего размер будет. Вот рубашки есть. Сейчас нужно найти пиджак. О! Какой-то мидиум. Да! Что-то болтается как-то. Ткань какая-то. Это мидиум. Галстуки. Некогда искать. Хотя бы там. Нет. Ну что-то ты большой взял на себя. Это Вадим. А как? Не может быть. Помнишь там они так. Сзади-то он ему невинный так протекел. Говорит. И что, говорит, висит? Говорит. Нормально. В самый раз так. Прищепку там сзади. Да, далековато. И жрачок с карманами. Еще один. Ну-ка. Не, рубашку тоже надо. Нет, по-моему. Ой, ну Вадим, ну ты чего? Что ж такое-то? Что ж такое-то? Ну вот. Да, ну и голубая была уж слишком бледненькой для тебя. Тоже. Да. Ну вот, поярче. Немножко. Ну да. Ну, хотя бы свой размер возьми. А у Хати. Это женский. Ой, я знаю. Такое ощущение, что тут все пиджаки. Из клуба пенсионеров. Да. Да. Как прямиком оттуда отправились сюда. Пенсионеры отправились понятно куда? Пиджаки сюда. Ну, хотя бы по размеру. Ну да. Ну так, помню. Так, чтобы домашняя работа была выполнена. Поняли? Нормально? Ну так слегка. На вырос. На вырос с живота. Да. У нас отселял. Семьерсен. Слушай, а размер-то? Ты вроде брал где-то рядом с твоим. Ну. Ну. Может неправильно повесили. Ну. Повесили. А ты. Вот у тебя хорошие биджаки, кто ходил. Так. Ну понятно. Короче. Да. Подождите. Еще бокс поможет. Да. Ну. Знаешь. Что-то может стоить. Ладно, снимай. Если бы не было застирано. Он, по-моему, какое-то время тут уже висит. Конечно. Я уже его показывал в обзорах в прошлый раз. Вот прям тут явно видно. Из химчистки просто застирался. Это такое. Так. Ну что такое вообще? Ну это это. Таксида. Какой таксида? Ну не таксида, но... Нет. Ну это... Этот самый воротник и прочее. Это такой... Вечерний план. Может быть. Может быть. Допускаю. Это вечернего плана, да? Ужасно, конечно. Даже если бы сболдулась. Коктейльного. Коктейльного плана. Ну вот имя какое-то время кто-то наносил. Сделан, кстати, сейчас смотрю. В Америке сделан. То есть... Какое-то время товарищ носил, но не очень много. Потому что занашивается. Да. Ну вот. Еще нашел что-то. Не будем далеко уходить. Идет, идет, идет. 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 Весь такой какой-то блестящий... Да точно на фильмочке, да? Странно. А висел в размере... Ой, excuse me. Excuse me. В размере висел. Ну что ты? Как сопля. На вешалке то лучше смотрелось. Нет, имеется ввиду блестящая ткань, как сопливая. М-м-м-м. Ну, в общем... Ну, в общем... Понятно. Ну, может, и рубашечку еще выполнить, найти тебе. Поверьте. Весна. А, розенькая. Сейчас. Хочется что-то свеженькое. А то я что-то заметила у тебя... А что я не какую-то связь ему дала? А вот что было? Что ей дала? Ну, что ей дала? Ну, что ей дала? Ну, что ей дала? Мы... Ай? Ну, и что ты этим хочешь сказать? Какой твой statement? Мой statement? Кругом сплошные разводы. Вот. Ну, вот, приложи к себе твою легенду. Ну, давай. Легенда. Будешь у нас легендарным. Легендарный Вадим. Слушай, а может так и сделаем? Купим тебе. Купим тебе. И будет у нас такой заставка. Легендарный. Может и да. Может и стоит. Представляешь, на работу. Легендарный. Ну, с другой стороны, темноватая, черная. Тебе не очень. Надо что-то поболее. Нет. Не идет. Нет. Не идет. Снимай. Ну, конечно. Почти что попали в размер. Нет. Почти что. Как видите, слегка. Нет. Что-то не то. А тут как-то. Перебор. Ну, а вот зелененькую. Ну, так, ничего. Веселенькая, да. Ну, какая-то скучная. Она веселенькая, но скучная. Я согласна. Классический пасон. Я ее летом не буду носить. Нет. Она плотная слишком для лета, да. А вот, смотри, будешь как этот. Рокер. О! Хочу, давай. О! Скажешь, что она малайка, ничего не сказать. Ну, фасон действительно твой. Мы, так сказать, принципиально сейчас смотрим. Да. Да. Тебе идет такой фасон. Ну, не цвет. Фасон, да. Цвет какой-то. Так нормально, как будто отплеснули этого. Да. Ну, снимай давай. Ну, понятно. Я сейчас посмотрю, что из обуви здесь есть интересного. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Алкуптурные точки даже. Ну, что-то мне подсказывает, что это не очень сильно стоит. Проверю, конечно. Но название Алкубиери. Ты еще пять. Да еще год. Все с вами понятно, ребята. Что это? Это кто-то. Назови ее винтажные. Так, что-то ничего нового не наблюдается. Эти найки, по-моему, я уже видел тут на медне. О, потерты. Это все материал для бинов. Наполнитель бинов. Наполнитель бинов. Ух, какая красота. Это прямо вареный крокодил. Не иначе. Так хорошо, причем проваренный. Ну, что-то на ощупь мне подсказывает. Вот не могу определить, кожа это или нет. Значит, так неплохого качества. Бренды нет, так что все понятно. Остается здесь. А, прикольно. Только если для хохмы себе взять. Размер, наверное, мой. Это кто-то такой. А, тиберлены. Ну, да, что-то может быть, могут стоить. Так, состояние средней руки. Пробью потом. Но... На пятке потертость. Сложно сказать. Фифти-фифти. Дайси. Что называется. Вон, какая-то прикольная фигня. Анадайн. Бейсик одежда. Ага, так хорошо. Ну и все. А, вон, какие веселенькие адидасы. Веселее некуда. Так. Это типа, конечно же, Yves Saint Laurent. Ну, мы все понимаем, да? Так это сразу же. Подмигиваем одним глазом. За спиной держим скрещенные пальцы. Все понятно с этим Saint Laurent. Неделя высокой моды продолжается. Где Gucci и этот, как его, Louis Vuitton. Ну, вот, честно. Каменная гора. Все понятно. Без претензий. Так. Где моя любимая экспозиция? Всякой фигни. Ненужной. Так. Ух. Обожаю. Это волхвы. Принесшие дары. Ух ты тут какая коллекция. Амстердамский башмачок за 2 доллара. Чайничек. Уйти уси-пуси. У бабуси. У бабуси. j続ки. Та. Проверяйте… . в общем как обычно полно всяких бестолковых ухти это прямо целая экспозиция все ангел сверху и тут в общем 5 долларов что-то заводится я так думаю еще что-то играет что-то проблем что-то хлеб птички вот такая экспозиция прикупить себе кадиллак что ли а дешевые кстати говоря эти кадиллаки ну такое видно по качеству сделан это не очень вводим и кадиллака странно так там чувствуешь ну ничего вроде бы кожа но до уже как-то так не сильно впечатляет этот кадиллак первый раз вижу барбекю фестиваль это лексингтон у нас тут рядом лексингтон тут каждом штате это именно наш серый каролинский там якобы барбекю делается как-то особым образом с кем-то особым соусом заценим как-нибудь так они очень гордятся свои барбекюшной этой самой всей что сказать промышленностью отраслью вот еще подложили парочку бомбоксов айва и винтажная я на сенька стараюсь показать состегивающимися колонками мега бас двухполосник куда-нибудь уже какая-то bad company это 10 долларов а его 8 я посмотрел так не сильно не котируется какие-то панасоники какие-то yamaha все нужно проверять конечно что-то может стоить ну конечно не автоматом и это еще пыльная чистить надо ну опять же это еще есть компакт диск работает ну и кассета тоже нужно в основном конечно сейчас какие кассеты в основном с диском ну кого туда огромные запасы кассет тем это прям нормально возьмут конечно десятка это уйдет sharp 100 ватт а выставлять свои как бы колоночки да береги свои перепон очки всего-то 10 долларов я офигею дорогая дата и что-то так не спешат но возьмут но вот просто без комментариев спинкин борт то есть доска для отшлепывания но и понятно что вон это чтобы висела как этот гералаш времен то висит а он так есть порой сгод меня надо да некому с учет такой порем так сказать или спинкин шлепаем с 1142 года очень интересно проверить может винтаж какой-нибудь забористый так экспозиция этих самых индивидуально оцененных эти адидасы тут уже наверное месяц больше лежат а вот эти ковбойские сапоги ариаты они причем не новые у даже отсюда видно потерт это каблук потерт они на них поставили полтинник ну может и хорошо кстати это чем дороже они поставили тем лучше потому что если допустим какое-то время простоит они их спустя месяц или типа того зачеркивают и по обычной цене ставят туда так что кому-то достанутся недорого может это буду я ну вот наташа уже вышла пошла в машину я так быстренько сгонял в бина там ничего не было ну вот такой обзор с примерками надеюсь вам было интересно конечно народ мой размер ничего не было но это если ходить то конечно можно поймать вполне у меня где-то два или три пиджака на работе два дома так иногда одеваю удобно ну вот на этом все всем пока